Андрей Фурсов, специально для Накануне.ру Коронавирус – это эпидемия или спектакль с маски-шоу? Статья за 29 мая 2020 года Думаю, меры, которые вводят сейчас в Москве Сергей Собянин, когда он говорит о прогулках по расписанию, не приживутся. У многих и сейчас маски болтаются под подоборотком. Не представляю, как люди будут ходить в масках в жару. Но показательно, что не рекомендательное, а обязательное ношение масок на улице в России – это новация московской мэрии. В других странах в такой форме этого нет. И это понятно. Даже ВОЗ объявил, что ношение масок бесполезно, если человек не болен. Но в данном случае маски впихивают здоровым. По-видимому, кто-то собирается на этом хорошо заработать. То есть заработать гробе здоровья людей. Вот что, например, говорит о масках завкафедры микробиологии 1 МГМУ имени Сеченова Академик Ран В. Зверев. Он считает, что длительное ношение масок может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. На поверхности живет не коронавирус, а его геном. Сам вирус довольно быстро становится нежизнеспособным. А потому ношение маски не имеет смысла. А то и просто вредно. На ней, как и на перчатках, быстро скапливаются бактерии. О том же говорят зарубежные врачи. Но московским властям, Собянину, который все больше напоминает Унтера Пришибеева, и все активнее дискредитирует власть в Москве и настраивает против нее людей, это не указ. И задаешься вопросом, то ли это дебилизм, полная оторванность от жизни, то ли сознательное издевательство над людьми кучки самодуров. Это не Оруэлл, это Салтыков-Щедрин. Впору писать о тех, кто путает людей со стадом оленей, или пытается глумливо превратить людей в такое стадо. О том, что все это беззаконие и нарушение конституционных прав людей, я уже не говорю. Оказывается, конституцию у нас можно элементарно отодвинуть указом взорвавшегося чиновника. И тогда возникает вопрос. А что же гарант конституции? Где его реакция? Тем более, что пропускная система рвет связи между людьми и регионами, объективно ослабляя государство, которое и так испытывает проблемы с наличием общих скреп. В любом случае, вся эта коронавирусная история, истерия, очень хорошо показала реальное лицо московских властей и мэра. Достаточно вспомнить, как в первый день пропускной системы сотни людей давились на входе в метро заражать друг друга. Это что, нельзя было предусмотреть или так и было задумано? В любом случае, ущерб здоровью граждан налицо. Масками шоу и этой давкой примеры заботы властей о здоровье не исчерпываются. Особенно «повезло» в кавычках категории ЛИС 65+. Они в наибольшей степени подверглись жесткой мере изоляции. Представьте себе пожилого человека, которого лишили возможности двигаться, дышать воздухом и общаться с близкими. При этом пожилым обещают снять изоляцию в последнюю очередь, когда будет готова вакцина. А если не будет, что тогда? Картинка заживо погребенная? Это не говоря о том, что люди именно этого возраста представляют наиболее активную группу поддержки власти – активный электорат. Самоизоляция, которую теперь стали называть самосохранением, а впору – самозахоронением, наносит ущерб здоровью, как физическому, так и психическому. По мнению немецких врачей, изоляция вдвое повышает риск инфарктов, инсультов, других заболеваний. 600 врачей штата Северная Каролина США потребовали прекратить карантин, поскольку он оказывает разрушительное влияние на психику. Не случайно в одном лишь округе штата Теннесси самоубийством в условиях изоляции покончили больше людей, чем умерло во всем штате от коронавируса. Таким образом, немедленная и безоговорочная отмена изоляции – это искрытые формы массовых домашних арестов. Императив – сохранение здоровья населения и сохранение его доверия к власти. Последние опросы у нас показывают, что 61% населения стали меньше доверять государству, 56% стали меньше доверять СМИ. Есть и другие цифры. Только 15% уверены, что могут положиться на государство в нынешней ситуации. Только 16% верят, что официальные СМИ компетентно и честно разбираются в ситуации. Население все меньше верит чиновникам и журналистам, и это неудивительно. Пример первый. Недавно руководитель Роспотребнадзора А.ПО.ПОВА всего месяц назад с трагической миной, говорившей, что карантин может продлиться до Нового года, заявила, что смертность в Москве в январе-апреле 2020 года меньше, чем в январе-апреле 2019 года. Так где же эпидемия? Чем-то, что мы переживаем, отличается, чем то, что мы переживаем, отличается, пусть от тяжелой, но сезонной вспышки ОРВИ. Дайте ответ. Не дают ответа. Пример номер два. По поводу цифр важное разъяснение в интервью каналу «Бизнес онлайн» дал известный медик А.Мясников, руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Отметив, что сам ежедневно озвучивает цифры у инфицированных, на день интервью 23 мая 2020 года их было 335 тысяч, он подчеркнул, это не так, поскольку болезнь протекает от 7 до 14 дней. На текущий день инфицированы только те, кто заразился максимум за последние две недели, остальные уже переболели и приобрели иммунитет, а их упорно записывают заболевшие, раздувая цифры. Согласно Мясникову, за последние две недели, в предшествующий момент интервью, у нас 130 тысяч инфицированных, остальные 200 тысяч не больны. Из 130 тысяч половина бессимптомники, остается около 70 тысяч, и поскольку мы знаем, что тяжелых 10%, то выходит таких 7 тысяч человек. У меня опять вопрос, это эпидемия? Пандемия? Вирус безусловно есть, и смерти есть, и вспышка заболевания есть, этого нельзя отрицать. Но есть и спектакль. И спектакля больше, чем реальности. Пример номер три. Попытки СМИ, а точнее смрад, средств массовой рекламы, агитации, дезинформации, ошельмовать ситуацию в Белоруссии и Швеции провалились. Сейчас совершенно ясно, в этих странах, отказавшихся участвовать в глобальной афере и вводить карантин, показатели заболевших и умерших такие же, как и в карантинных странах. Кстати, сравнение первых четырех месяцев 2019 и 2020 годов в Москве тоже является подтверждением этой ситуации. Уверен, коронабисие пройдет, и когда будут отменены связанные с ним депривационные меры, а люди начнут понимать, что в течение месяцев они были объектом надувательства и самодурства, это не может не вызвать раздражения, особенно в условиях экономических последствий борьбы с коронавирусом. И тогда власть, хочешь не хочешь, должна будет спросить чрезвычайщиков. Я надеюсь, что им придется ответить не только в административно-политическом, но и в уголовном порядке. А как иначе, огромный ущерб нанесен экономике, здоровью людей. И последнее. Россия далеко не лучшая страна для отрабатывания методов контроля над населением и приучения их к подчинению, например, с помощью намордников. В России долго терпят, однако потом длительность терпения словно компенсируется яростью протеста и расправы с обидчиками. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Особенно, когда весь мир идет в разнос и выживут в нем только те государства, в которых население выдержит правящие слои. А эти последние не только не будут вытирать об это население ноги, но станут отождествлять себя с ним. Сталин ведь не случайно летом 1941 года обратился к народу как к братьям и сестрам. Историк Андрея Форсов для накануне.ру У меня только один вопрос. А с каких пор историки делают анализ в экономике? По экономике, по здравоохранению и по политическим всяким ситуациям в мире. А статья, конечно, неоднозначная. Андрей Форсов. Коронавирус – это эпидемия или спектакль смазки шоу? А ваше 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 в Продолжение следует...